В теплице городского центра по благоустройству и озеленению лето пришло раньше срока. Температура держится на отметке 25 градусов. Если цифры на термометре начинают стремительно расти, помещения проветривают. При таких условиях здесь выращивают миллионы цветов. В заботливые руки специалистов они попадают хрупкими саженцами. Самые редкие экземпляры живут в экспериментальной лаборатории. Новинка этого года – калибрахоа. А этот цветок еще называют миллионом колокольчиков. Из теплицы россыпь яркой красоты в подвесных кашпо отправятся в парк 40-летия Волкосеем. Отличается дивный цветок своей богатой палитрой. На солнце лепестки переливаются из пурпурного цвета в розовый. Залог такого результата – правильная посадка саженцев. Процесс протекал под чутким контролем агронома агробиостанции Артема Зверева. Отмечу ранее, был заключен трехсторонний контракт между производителем органических удобрений руководством парков Заволжья и Центром по благоустройству и озеленению. В результате такого сотрудничества работники теплиц получат черенки калибрахоа для разведения культуры в масштабах всего города. Мы предоставляем почву грунты, наши органические удобрения и, скажем так, доброе тепло наших сотрудников. Мы думаем, что наши труды будут замечены жителями города и костями парка. Мы постараемся в будущем также с ними сотрудничать и дарить людям радость в виде наших цветов. Подрастают цветы и для центральных улиц города. В теплицах за ними ухаживают с начала марта. Два месяца хватает, чтобы рассада крепла и взросла. Это касается однолетних растений – бархатцев, беконий и колиуса. Однолетки неприхотливы в связи с возвратными морозами. И они очень хорошо себя зарекомендовали, так как цветут на протяжении всего летнего-осеннего периода. Радуют глаз горожан и гостей Ульяновска. Радовать горожан будут и многолетние цветы – пионы, лилейники, очита. Их очередь придет, как только минуют угрозы заморозков. Также по осени специалисты высадили 105 тысяч луковиц-тюльпанов. Они распустятся в конце апреля у городской администрации на бульваре Гончарова и у кольца напротив Центрального банка.